Вот теперь можно двигаться к дракону. Отлично. Помните, что это асимметрично сросшиеся тройняшки. Центральное тело развивается полностью, а два боковых латеральных тела с боков перерастают по центральному, причем они оба-два смещены немножко назад по отношению к боков. Давайте посмотрим, что же у них будет с внутренними органами. Итак, во-первых, центральная. Центральная вроде бы самая беспроблемная. Кочки конечностей на центральном теле могут нормально развиться? Да. Причем с ее конечностей. Так. Кишечник, половые органы, почки, органы выделения и все прочие полосные органы могут нормально развиться? Да. Да. Им еще не мешает. Хвост, ножк нормальный? Да. Вполне. Теперь два боковых тела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 на кого наткнулся на ребро срослись 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 смотрите какая у нас появилась конструкция совершенно неожиданная здесь у нас оказался жесткий ящик абсолютно неподвижно здесь все срослись значит этот участок нормальная вентиляция не может никак участвовать а вот этот участок может да здесь ее про подвижно а левая и правая сторона соседей может учиться боковые то вполне да то есть проблемы с вентиляцией вроде есть но проблема не хватает неполная блокада дыхательных здесь возможно дыхательные движения его есть здесь кстати посчитайте а сколько у этого звери легких 4 почему 4 а не 6 а теперь если 4 легких так они два нормального зверя шло с поверхностью без обмена причем в двое это понятно а масса обслуживаемого тела вдвое возросла или меньше чем меньше чем двое в результате что с снабжением кислородным через чем улучшится авиаполета насколько кислородная как можно больше понятно что проблема конечно наметилась но проблема не смертельная здесь можно сделать ряд добудочек и получить вполне толковую доходную систему вот теперь наш вопрос смотрите среди средний ящик может дыхать у него расширится габрать и как бы но они вот не наверное дышать и вот у одного сократились у другого внимания штрихуй сектор вот в этом секторе хоть какое-нибудь движение или это возможно невозможно никакой здесь друг с другом копарно все они могут вот туда здесь на тело мучилось а вот нет необходимости у многих ящик точнее лепитозавров ящерицы к лепитозавров относится мы работаем с вами сваренчик помните да да есть воздушные мешки а если есть воздушные мешки и часть из них стоит вот здесь часть из них стоит вот здесь то можно использовать для прокачки воздуха сквозь легкие находящиеся в неподвижном секторе для этого достаточно придумать механизм сжимающие воздушные мешки и никакой рыбряное дыхание вам окажется не будет идей больно теперь смотрим пищеварение с пищеварением общем то проблемы даже обратить внимание кто в сколько 3 3 3 глотки 3 пищевода желудок имеет центральную закладку он кишка по центру шла да значит и положение желудка примерно вот такое 3 желудка а вот что с кишечниками произойдет то есть входа в пищеварительную систему 3 а за желудками они все объединяются поэтому какая нагрузка на кишечник совершенно фантастическая а если всем трём головам удалось побегать какая возникает проблема у дракона точнее вот такой существуем называть прото дракон это что никакой не тракон запор страшный понятно почему значит здесь у вас 3 емкости заполнены а дальше вы собираетесь это содержимое засунуть в одну трубу так они же не то что независимые их же обогащает или они независимо обогащают себя что значит обогащают это свои мозги это свои мозги это свои мозги это свои а если есть еда каждая голова захочет поесть они очень мудрые какие они мудрости ящерица пока ребят это просто я большую ну какая средняя ящерица вот такая ни о какой мудрости речи нет ящерица она и есть ящерица в тупарик так если есть еда опами набили три желудка а дальше дорога в один кишечник а если пища застаивается в пищеварительной системе что начинается начинаются аномальные процессы в частности поэту в игру нилостные бактерии которые там есть но очень-то размножаются в нормальных условиях не очень-очисленные самые разные крикки и и там подобное пошли процессы брожения атипичного пошли процессы гниения и зверя стал учить газовый гонки это ясно значит проблему с пищеварением непроходимость нет нельзя если у вас три входа один выход проблем не снимается почему машина что то есть как то чистить хотя бы вам ездить чертовски интересуюсь как чистить будем главное через что я строгая не представляю себе чистил корень а если они будут есть если они будут есть как бы ну не в три раза больше а столько же просто ну каждая голова вот что-то съедает тогда не будет такой проблемы этого вы должны как минимум научиться договариваться друг с другом они держатим организм они про это знают они же не слепые хорошо исходя из того что какой-то друг все время маячит рядом со мной за левым плечом так должен ли я обязательно считаться с его потребностями нет нет если у вас не одни и те же ноги обратите внимание мы получаем совершенно фантастическую штуку мы получаем существо которому страшно трудно планировать собственные действия центральная булава управляет только несущими конечностями а у этих булавной лапы есть хорошо вот эта булава я решила пойти познакомиться с девочкой машей и стала своей лапой на траектории движения всего остального понятно что проблему совмещения трех разных программ поведенческих программ проблему сложная в некотором смысле такое существо страдает врожденный врожденным расстроением личности это фигуристое шизофринение врожденно шизоидный и это конечно далеко не блестящая характеристика поведения с этим тоже надо что-то делать разумеется так теперь смотрим строносный остался да почка с почками совсем клубы только какое тело имеет почки только центральная почка осталось два а объем работы остался прижим или возраст значит напряженности работы выделительной системы взросла здесь можно ждать конечно серьезных программ а зато с крым носты совершенно неожиданная ситуация сколько у него сердец 3 3 так вот где то здесь в районе крупнейшие кровеносные сосуды аорты пола и вены с расставится между собой в единый ствол которые отслуживают заднюю частью так что с мощностью потока прокачки она возросла получили резервные мощности можно создавать очень хорошие очень мощные потоки крови так плюс к этому при выходе из строя сердца что вообще бывает обычно со зверьем смерть а здесь есть только правда один единственный одну единственную вещь надо сделать придумать сосуды обходного пути обводящие сердце такие сосуды есть и в наших телах пользоваться это сосуды будут шункирующие сосуды анастоноза потому что если сердце встало то кровь пришедший от сердца дальше не пройдет от ясно и чтобы попасть в сосуды выхода артерии потоку надо как-то обойти вставший сердце вот если сосуды шункирующие сосуды предусмотреть то кажется что у такого зверя ранения в сердце не вызовет смерть даже ранения в два сердца то не а в централе а как раз вот эти два останутся рабочими а ноги открыты а сосуды объединяются в единую систему а если по очереди по очереди если одно сердце будет из строя останутся два то сердце она уже никогда не ну не сможет опять работать у него нужно будет все злашуюся жизнь только с двумя сердцем за стоп-стоп слушайте давайте вопрос сложная патология мы уже оставим на потом хотя бы общую конструкцию надо сказать что если сердце относительно значит если клетки сердца начинают умирать то в этом месте вообще что он начинается как называется смерть большого количества клеток не просто не просто ткань а это по-любому смерть любого если у вас внутри тела не грозирует здоровый кусок ткани то продукт распада клеток отравит все остальное так что уж пожалуйста не думайте что там поразил такого зверя в сердце сердце у него умерло он остался жив не не так но переждать момент остановки сердца такая система может вполне сердце встала через некоторое время восстановила свои возможности то есть выживала пекли дальше продолжила работать и это никак не сказалось на общем поведении потому что резерв есть то есть не зависит от того что сердце по разному весу все три сердца ребят мы потом поиграем отдельно в работу кровеносной системы сами видите сами видите что такое авто настройка режима сокращения какие события будут происходить в точках слияния сосудистых систем разных тел так только учтите физика чистой воды бидр динамика с расчетными формулами с графиками и так далее ну получили мы вроде такую заготовку но ребята глубокий ворот с большими проблемами в принципе регуляции поведения а уж в той ситуации когда надо действовать быстро точно сможет ли он действовать то есть координируем плохо скорость реакция отвратительная шизоидные шизоидные газы его мучают и сварение его мучает так ковыляет кое-как потому что все три головы пытаются идти в разные стороны но я представляю что он такого уродца напал хищник все он не угодит так стоп а если этого размера очень большой подождите подождите ну давайте минуту подумайте предложить мне три разные стратегии которые может использовать любое животное при атаке хищника на вас напали первая стратегия бед 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 вторая получили маскировка маскировка спрятался контракт третья контракт 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 четвертая есть или нет нет сдаться все остальные для нормального живого существования подойдет все остальные стратегии являются просто смесью возможно смесью этих трех планов хорошо смотрим такой уродцы напал хищник может ли он быстро от него убрать нет не умеет может ли он как шварценеггер взять и вломить как следует нет с другой стороны вопрос если вопрос кто вломает нет если он будет бежать в одном направлении то он наоборот будет у него же 6 лап в конце концов ага а потом сказал что во первых они все в одном направлении а во вторых как уравновешено это тело оно хорошо уравновешено вообще-то не сам не очень вы понимаете что мы получили значит мы получили переменную точку площади опора вообще-то если эти две лапы опущены то тело сверху устойчиво ну потому что вон какая площадка да вы если эти две лапы одновременно опущены вы хоть куда-нибудь уйдете понятно что это якоря на которые вы встали а как только вы их поочередно стали передвигать для поочереванности надо умудриться как-то вот этим двум головам договориться Вася я поднимаю хорошо Петя я опускаю теперь ты опускай а я подниму да с самого момента рождения представьте себе такую договоренность никак не было ясно что никто в лесу подравил потому что ни о каком быстром бегстве речь не идет ни о какой мощной драке речь не идет так что остается затаился значит на него напали он припал к земле в этом случае опасность у любого зверя куда голова разворачивается автоматически ориентировочный реплекс в случае опасности зону опасности конечно надо понимать что происходит то есть все три головы развернуты на нападающего хищника от страха свело живот учтите что это вообще это очень важная общая для всех животных физиологическая реакция давайте прикинем такую штуку вам предстоит либо драться либо убегать что надо сделать с массой своего тела уменьшить уменьшить что надо делать с теми отходами которые вы и так уже переварили вытащить скинуть их немедленно это балласт который вам будет мешать это так это так поэтому что происходит при ситуации стресса опасности репректорно расслабляется сфинктер ануса сфинктер мочевого пузыря сокращается мускулатура брюшной полости и все скидывается все скидывается скидывается заполнение зверя если зверь спокоен то часто ли он будет опорожнить кишечник нет а если зверь нервничает часто очень часто так что вот это сведение мускулатуры живота при угрозе так это реакция действительно общая так посмотрим почему это приведет у этого друга не сварение да а у него репректорно сократились мышцы живота да то есть его куча от газа куда пойдут газы вопрос хитрый три желудка три пищевода три плотки и одна единственная кишка куда идут газы изо рта кишку все три потока кишка и так забита до предела ребят могучая отрыжка три мя головами сразу а голову куда развернута а голову с тормышечника а дело в том что ситуация не сварения а один из газов которые при этом формируют бактерии я думаю если вам газ что это такое это серводород ага кто знает какими свойствами агладая запад а какой запад ну это только глухар но дело в том что правят агладский немножко горящий не то что очень но тихо 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 не забегайте вперед серводород это очень сильные яд Причем яг, избирательно действующий на нервные клетки, и в основном на сенсорные нервные клетки, ну чувствительные. Способный приводить к временному отключению органов чувств. Отлично, хищник нападает, дракончик развернулся и могучий рвнет. Морда хищника оказалась в облаке, насыщенным сероводородом. Что с его обонянием и зрением? Отрубили. Значит, в результате дракончик получил неожиданно несколько секунд форы. Ну, потому что пока хищник совершенно шокирован, это драконно, то есть можно куда-то слегка поковылять. Вопрос, а после того, как хищник продышится, он преследовать-то будет у него? Нет. А почему нет? А почему нет? Потому что там нет. Внимание работает, разобрается проблема. Хорошо, хищник напал на жертву, жертва умудрилась отбиться, получила ранение несмертельное. Так? Умудрилась отбиться и убежать. И хищник в результате этой возни жертва получила ранение несмертельное. Да? И вот они разбежались в разные стороны. Скажите, у кого выше шансы выжить и дальше жить хорошо? У жертвы или у жертвы? Нет, у жертвы. Понятно. У жертвы. Конечно, у жертвы. А почему? А потому что, чтобы выздороветь и жить дальше хорошо, надо кушать хорошо. А еда у жертвы не дерется и не бегает. Жертва травоядная. Так что, если у нее не разнесена пищеварительная система, чертовая макия, то жертва со временем, отъевшись, выздоровеет и дальше будет жить. А еда у хищника? Это же как трава, сидит и ждет, когда несет. Нет. Хищник получил травму, значит, что с шансами усвешенной следующей опыте? Они остались прежними или понизились? Понизились. Понизились. Хищник пробует поймать следующую жертву, имея плохие шансы. Допустим, не поймал. А энергию он потратил на следующую охоту. Такие шансы на следующую охоту. Поэтому, ребята, хищники всегда крайне аккуратно дозируют риск. Представление о том, что львы это самое, я не знаю, смелое звери, но полный грязь. Любой хищник очень аккуратен и осторожен. То есть, если, например, два как-то ранен, то он не будет заняться, если жертва дальше. Он насрывается, что ли? Конечно. Конечно. То есть, данную охоту он попробует завершить, но если жертва вырвалась и убежала, это очень круто. Это очень круто. Поэтому, какая ситуация самая рискованная? Если хищник очень болит? Да нет, это для всех, для хищников, для жертв, для нас с вами. В какой ситуации выше всего риск? Приведется очень просто. Класс. А, здесь... Незнакомая. Незнакомая. Почему он выше всего? А вы просто не знаете, чего надо опасаться. Если ситуация для вас незнакома, то вред вам может нанести любое воздействие, вы не знаете, что именно. Так? То есть, под контролем надо что держать? Что-то определенное или лучше все сразу? Все. В незнакомой ситуации. А все сразу? Значит, вот это самая тяжелая вещь. Незнакомая ситуация. Непонятная. Рискованная. Поэтому, будет ли хищник нападать на незнакомую добычу? Нет. Нет. Как правило, конечно, каждый хищник работает только с определенным типом добычи. То есть, у жертвы это большая ценность. Да, конечно. Значит ли это, что хищник вообще никогда не нападает ни на кого незнакомого? Да нет. Что? Так поиграть, это же святое. А вдруг что получится? Вдруг получится от него откусить. А вдруг он при этом еще и вкусный. Да? Но как только возникает хотя бы намек на серьезный риск, все игры прекращаются сразу. Хищник не имеет права рисковать второе. Для него это слишком чреват неприятности. А скажите, а травма органов чувств? Это серьезный риск? Да, серьезный риск. Значит, в результате, после того, как хищник, нападавший на крот дракончика, продышался, он дальше пойдет на кокринь? Нет, нет. Нет, шанс на преследование малый. Скорее всего, он запомнил и больше вообще такого трогать не будет. Так что у него всего два базика. И они ему нужны для совершенно других девок. То есть, получается, нашему везет? Нашему везет, везет. Он из этого своего уродства получил совершенно фантастический защитный механизм. Боевую отрыжку. То есть, такой вмонтированный газовый пистолет. Может и все боятся, поэтому и не... Значит, ребят, подождите. Начинается игра. Мы с вами будем разматывать одно свойство, за другим, за третьим. И увидите, что они все окажутся взаимосвязанными. В результате, наш протодракончик вроде бы как колобок, а бабушка ушел. Бабушка – это атака хищника. Теперь вы еще от дедушки выйдете. Дедушка называется голод. Самому бы еще как-то поесть. Но у нас будет травоядрами? Большинство ящерицев – все вараны. Это травоядные или хищники? Нет, хищники. Это хищники. Черт. Отличный. А теперь смотрим. А какие... Как вообще ведет себя на охоте хищник? Ну, первый вариант. Значит, тихо-тихо-тихо-тихо подкрался. Когда оказался достаточно близко к жертве, сделал быстрый бросок, напал, схватил. Не вывезет он. Второй вариант. Примерно то же самое, но в слегка усложненном варианте, как рыба удилища. Никуда не подкрадываюсь и завел приманку. Сижу и приманиваю, приманиваю, приманиваю. Когда жертва приблизилась, делаю быстрый бросок, схватил. Такая стратегия называется хищник-засадник. Работаем из засады, обращайте на быстрый бросок. А какие еще бывают хищники, кроме засадников? Может быть, он будет лежать, делал вид, что мертвый, и какой-то хихий к ним подойдет, он его съест. Как дело? Ага, целого хищника. А почему нет, кто-то может действительно рвнуть, и тот потеряет впечатление? Подожди секунду. Кроме хищников-засадников, какие хищники еще бывают? Да, преследователи. Ну, типичный вариант волки или гипанты собаки. Длинный бег на измог просто. Взять жертву измога. Засадничество или погоня под кот, который дракон, а ему и не надо. А он как делает? Увидел, ну, а береги-то, понятно, что все это наземные мелочи. Мелкими позвоночными и крупными насекомыми. Крупно-небесками, если точнее. Ковыляет он себе где-то. Увидел добычу. Поковылял. Так? Добыч, кстати, сразу от него, как-то кучило, сразу убежало. Нет. Нет. Дело в том, что для любого живого существа есть дистанция скуки. Пока не пересечена определенная граница, живое существо будет сидеть и делать вид, что его нет. А вось пронесет. Но если приблизились ближе, то вот тогда бегство. Это понятно? Хорошо. Дракончик подковылял границы вспугивания. Все головы направлены прямо на добычу. Есть очень страшно. Живот от голода свело, что дракончик где-то. Отрожка пожирная. Боевая отрожка. Отлично. А какое орган чувства насекомых сильнее всего развит? Разреленность. Обоняние фантастически развитое. На каком расстоянии самцы непарного шелкопряда чуют запах самки? Десятых километров. Ага, больше 12 километров. Двендесятых километров. Оценка вот такого размера. Чувствительность на уровне отдельных малют. А теперь вот по этой сверхсложной, сверхчуткой обонятельной системе. С друей серого дороги. Ясно, что все. Даже если насекомый успел стартовать, оно варится и некоторое время дракончик не ускоряется. Он не может ускоряться. Он не умеет. Потихоньку подковыляет. Он продолжает так же мимо ковыляет. Добычу лежит, а он мне куда-то снимут. Взял и сладко. Получается, что вроде бы неожиданным образом вот такой тяжелый уродский дает шанс подобным существам все-таки не сразу погибнуть. Немедленная смерть от хищника, несмотря на всю нелепость конструкции, вроде бы не угрожает. Вроде как отбились. И немедленная смерть от голода вроде как не угрожает. Тоже вроде как свой способ охоты даже изобрели. А вот что из этого будет следовать дальше, и как дальше могли бы развиваться события, это уже все и вчера.